Вот такой-то странный дом, построенный в 20-е годы Великим Мельниковым, чуть пижонский, чуть угловатый, главное, ни на кого не похожий. И человек, который поселился в этом доме, его театр такой же. Мне кажется, он немножко угловатый, я убежден, что он достаточно пижонский, я твердо знаю, что ни на кого больше не похож. Как правило, мы приходим к людям в дом, в гости, но дом этого человека, театр, это Роман Виктюк. Мы несем ему странный подарок, о какой вы узнаете в самом конце передачи. Роман Григорьевич Виктюк, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с детства. Я никогда не видел, не первый раз с вами встречаемся, врать не буду, никогда не видел ваших родителей. Вот фотография родителей нашего. Я ее первый раз принес и принес на вашу передачу. Эксклюзив, эксклюзив. Совершенно серьезный. Роман Григорьевич. Это, вы понимаете, что это венчание. Да, да, да. И я всегда поражаюсь степени их красоты, влюбленности, потому что это через всю жизнь. Кто были? Папа, он занимался преподавательской деятельностью, потом, когда были нехорошие времена, он все это бросил и пошел работать на газовый завод. Он там был каким-то зав, каким-то отделом, и он просто снабжал город газом, помогал. Мама, поскольку все-таки это Львов, и во Львове, естественно, что мама категорически не должна работать. Она должна заниматься только детьми. А там домострой такой? Я думаю, что это не домострой, а думаю, что это связано с верой, потому что греко-католическая церковь, она очень бережно относится к семье, а тем более к маме, к Деве Марии. Ту первую даже песню, которую пела мне мама, она мне постоянно ее напоминала, это была ария Наталки Полтавки из очень известной оперы Наталка Полтавка. Напеть можете? Я, боже упаси, никогда в жизни, потому что я без слуха, но цыганка мне, конечно, нагадала, что я буду дирижером. Вы без слуха? Я без слуха. Один из самых музыкальных режиссеров? И мама, да, меня убеждала, и цыганку тоже, что он не может быть дирижером, забудьте об этом, но она заплакала и сказала, он будет дирижером, и я в это поверил. А откуда она могла знать, что есть еще режиссер? Да, потому что она просто не знала этого слова. Понимаешь, конечно, она не могла знать, но, как видите, где стоит инструмент в кабинете, и, естественно, что музыка и все репетиции, которые здесь происходят, конечно, они связаны непосредственно. И без слуха все это происходит. И все происходит без слуха. Но когда, потому что я вам скажу, что я в оперном театре во Львове пропадал с утра до ночи, там никто не понимал, кто это, чей ребенок. Я знал все балеты, все оперы, я собирал ребят из своей площади рынок. Первый спектакль, который я поставил, была «Пиковая дама Чайковская». Опера? Я им напевал так, как мне казалось, написал Чайковский. Я им рассказывал сюжет своими словами. И когда я не мог передать, как мне казалось, что это должен быть этот дьявол и дьяволский темперамент, то я так показывал этим ребятам, что они сказали, нет, мы так не можем, покажи еще раз. И в этом месте, вот там сюжет двигался, они пели без сопровождения, в коридоре никакого, конечно, инструмента не было. Мы все хлопками... А скажите, а когда вы подходите к ребятам, я так сказал, 14-летний пацан, и говорит, ребята и девушки, давайте сыграем «Пиковую даму». А почему они все говорят «давайте»? Они говорят, да пошел ты. Нет, они меня обожали. Во дворе у нас очень большой двор и очень высокое дерево. И все началось с того, что я в один прекрасный день, когда смотрел за полетом птиц, мне так захотелось лететь. Я взял веники, привязал к рукам, собрал их всех, залез на это дерево. И говорю, нет, все-таки режиссер. И говорю, считайте. Они внизу считают. Я говорю, раз, два, три, четыре. Они кричат, четыре. Я понимаю, что мне нужно только взмахнуть и над деревом. Я, конечно, взмахиваю, вы понимаете, что я оказался на земле. Но не тут-то было. Я говорю, что еще раздавайте. И они считают раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот с этого момента, что я не отказался от того, что я должен летать, и тогда я на земле среди них, Андрюша, это правда, начал делать руками движение с этими вениками, подпрыгивать. А они стали кричать, так он же летает. Да вы, сегодня мы на земле. Вин летает. Вот это ощущение того, что я могу оторваться от земли до сегодняшнего дня. Даже если вы это придумали, это гениально. Да я не могу это придумать. А если это правда? Правда, но как такое можно придумать? И с этого дня я им придумал. Знаете, какой спектакль? Мы его начали делать. Значит, у нас третий балкон напротив дом. И покатые крыши, такие львовские. И там окна. Мы все вылезали чертями, птицами. Чем хочешь? И они вылетали, кричали, проваливались. А я с того балкона только кричал, как диктатор. Еще раз! Ни! Еще раз! Они можем, можем, можем. И милиция, которая увидела, на крыше руками взмахивают, кричат, падают, прячутся. Прекратили эксперимент. Мама знала и подглядывала в окошко. Но не говорил вам, Рома, не делай так. Никогда в жизни. И я учился хорошо. Вас воспитывали как-нибудь? Никак. Мне было разрешено делать все, приходить, когда я хочу, только сказать, когда я буду. А поскольку спектакли в оперном театре заканчивались в половине двенадцатого, меня терпеливо ждали, ни звука. Я все-таки это пытаюсь осознать, про то, что вас никогда не воспитывали. Вас ни разу в жизни не наказали. Никогда. А двойки, вы же приносили двойки? У меня не было никогда, во-первых, двоек, потому что у меня была удивительная память. А неужели у вас по поведению было? Ой, нет, были двойки. Подождите, подождите, я вам расскажу. Значит, учитель по математике, который был очень строгий, замечательный, который хотел меня научить математике. Вот мы с вами сидим на одной парте. Вот он весь этот ряд писал одну задачу, ваш ряд – другую задачу. Ну, и я все время должен был вставать и все это списывать. Списывал хорошо. Он мне всегда ставил три. Я переписывал все то, что делал человечек, который… Со мной сидел человек, который потом стал главным архитектором города Львова, Рома Мых. И учитель по русской литературе – это вообще был гений. Он был вот вашего роста, он был инвалидом с двумя костылями. Волосы были, как у вас. Борода развивалась. И он и летом, и зимой ходил в одной курке, вышиванной сорочкой. Такой бог по городу ходил. Это был удивительный человек. Он подошел к этому учитель по математике и сказал, зачем ты его мучишь? Дай ему ту задачу, с кем он сидит рядом. Тот сказал, что для него это было непонятно, что он должен вчитесь. Это был пятый класс. Пятый класс. Он говорит, что ему это не нужно будет. Николай. Тот поверил и стал давать задачу рядом. Скажите, а вот то, что вас окружали такие люди, как-то повлияло потом на то, каким вы стали режиссером и о чем вы хотите рассказывать? Это действительно фундамент детства или мы так привыкли говорить? Нет, неправда. Это фундамент. И когда сейчас мне вручают булаву... Давай-ка, а что сюда дадим? Начал же. Но вот когда... Хорошая вещь. Но и когда мне сейчас, говорит Глоба, что я был в Риме полководцем и выигрывал сражение, я в это поверил вдруг. И когда мне вручили булаву... А кто, подождите, это фраза, когда мне вручили булаву, как будто всем вручают булаву. Вот надо же объяснить, что вдруг вам вручили булаву. Я же все-таки национальный герой. Я и человек года. Я ее здесь держу, потому что если кто-то не слушает, я кричу, а ну слушать гетьман тут сидеть. Понимаешь? Я тогда беру булаву, и они на минуту верят, что может правда я гетьман, потому что Богдан Хмельницкий категорически держал булаву. Как вам кажется, чем-то отличается принципиально русский характер от украинского? Русский от украинского. Мне очень... Это вопрос вы задали замечательный. Я вам скажу, по какой причине. Вот у меня лежит здесь. Не поверите, что я увидел Гоголь. Да. А, нет, вы же не знаете, вы не прочитали какого Гоголя? Ага. Не-не-не-не-не-не. Нет, нельзя. Вот. Нет, Андрюша, я вам скажу, почему. Да, да, да. Вот видите, за меня Гоголь. Не, это его батько. Это отец Гоголя. Я перевожу, я синхронный перевод. Это отец Гоголя. Василь Афанасович в начале 19 века, в 20-х годах, его родственник Трощинский организовал театр. И он в этом театре был актером и драматургом. Сохранилась одна пьеса, которую он написал. Вот она у меня в руках, которая называется «Простак» или «Бабьи хитрости, перехитренные солдатам». Но не сам сюжет интересен, как это, Андрюша, написано. И тогда сразу становится понятно, откуда те корни, мы об этом сейчас говорим, Николай Васильевич. Она написана на украинском языке? Она была написана на украинской мове. Николай Васильевич, Микола Васильевич разговаривал на украинской мове. У меня, правда, уже специально сделан перевод в Ленинградской театральной библиотеке, где работают удивительные совершенно люди. Все это сохранено, они это берегут. Но никто никогда не хочет, чтобы взять вот этот текст и поставить, а может и просто не интересует. А вы сейчас к кому обращаетесь? Вы руководитель театра. Никто не хочет поставить. Себе через телевизор. Потому что я хочу, но у меня борьба. Потому что по-украински это звучит совершенно по-другому. По-русски это замечательно, но не передает той хитринки, той спевочости, певческого настроя. Я прошу прощения, это потрясающе. Вот я просто взял, вот начинается. Враг его знает, сдается еще и не очень стар. Вы бы сказали, что это роман, говорите. Видите, там написано роман. Роман. Да, он как будто знал, что эту пьесу откопаю я. Роман «Украинский казак», главный герой. Я же о чем вам говорил. Это не вероятно. Нет, но сюжет, Андрюшенька, замечательный. Она должна встретиться с дяком, свидание у жены. И она не знает, каким образом его отправить. И она говорит, знаешь, что тебе нужно? Ловить зайцев. Он говорит, как, роман скажет, не может, не может. Она говорит, а ты знаешь, у нас есть поросенок. Если его отправить, натравить на зайца, все зайцы будут наши. Вот он отправляется на это, приходит дяк, солдат. Потом, чтобы спасти эту героиню, этот солдат раздевает дяка, вымазывает его черной краской и кричит за то, что ты, свиню, так натравил на зайцев, пришел черт. И ты сейчас бойся этого черта. И он этого дяка толкает на мужа, и она ему благодарна. Написано это с таким ощущением. Это вечера на хуторе отсюда взялись? Совершенно верно. Это же от папы все. Все. И мы об этом забываем. Все-таки хочу получить ответ на свой вопрос, если это возможно. Отличие характера русского и украинского. В чем строй души украинской датыны? Он категорически мажорный. И украинская датына никогда маленькая не говорит миру нет. Она кричит только две буквы. Да. Или так. Скажите, если сравнивать с музыкальными инструментами, то вот средний русский человек на какой похож музыкальный инструмент, и украинский человек? На гармошку. Русский. Средний. Русский. А украинский? Украинский. И это такая скрепочка. Там почти одна струна. Вот они умеют играть на одной струне. А поскольку мои предки, по маминой линии, они происходят от первого украинского театра. Это был вертеп. Это такое церковное представление, 40 километров от Львова. Это 16-й век. 16-й век. И там вот был первый украинский театр. Вот все мои оттуда. И поэтому у меня есть одна религия, которую я... Нет, не берегу, потому что, конечно, я не берегу. У меня нет, чтобы это беречь. Это книжка, которая издана в 1563 году. То есть 16-й век. Можно еще раз эти цифры назвать? Это же не... Тысячу. Андрюшенька, я держу. Нет, но это же надо еще... Я вам сейчас передам. Это книжка издана тогда, когда Федоров во Львове, кстати, опять же, издавал свои первые книжки. Тысяча пятьсот? Пятьсот шестьдесят третий год в Венеции. Можно поделиться? Это сейчас Ариосто, да? А что за книжка? Про что? А вы не знаете Ариосто? Нет, можно посмотреть? Как обидно. Здесь даже так вот сделано, чтобы мы знали. А вот здесь это шрифт. Не, жену. Это же... Орландо. Совершенно верно. Ариосто. Совершенно верно. Расскажите про книжку. Это невероятно. Поверьте, что да. 1653. Вот, видите? Когда я говорю итальянцам, что у меня есть это реликвия, они поднимают руки. А расскажите мне необразованному, что такое Ариосто? Что это такое? Пушкин знал. Ну, куда же нам? Ну, Пушкин учился в лице, а я в московской школе. И он даже делал переводы из Ариоста. Все великие поэты знают Ариоста. Андрюша, это единственный будет повод ваш прийти в мою театральную библиотеку на театральной площади Петербурга и сказать, девочки, дайте Ариоста. И вы тогда поймете лучше, нежели я вам буду рассказывать. Это о подвигах, о любви. Я вам хочу сказать, что качество было получше нынешнего. Совершенно верно. Все-таки прошло сколько? Столетий. Каких столетий? Пять столетий. Пять столетий. Знаете, почему это и дорого еще вдвойне? Потому что, ну, там всякие у меня театральные премии режиссерские в Италии. И одно было связано удивительно забавное, но все чистая правда. Это было в Твери. Я поставил там коварство и любовь. Это, извините, второе в Тверском театре? Да, сейчас это я вам через секунду покажу. Это уже когда я приехал в 97-м. Это тот самый театр города Целинь? Это сцена этого театра, где мы играли. А это было там, я не помню когда. И я поставил коварство и любовь. К столетию со дня рождения Ленина. Вы гениально сделали мимику, потому что когда я об этом сказал Даниэлю Юлию Марковичу, тогда диссиденту, он сказал, этот номер у вас не пройдет. Как это может быть? И я выхожу в Компартию, это был понедельник, они с воскресенья в нехорошем виде сидят, в черных костюмах, галстиком, все. Первый секретарь, второй, Ленин, сзади на трибуне. Я выхожу, и вдруг начинаю говорить, что я вот был в музее Ленина. Хранение такое-то, полка такая, этаж такой-то. Кляра Цеткин пишет Наде Крупской о том, что Ленин в Цюрихе сказал, что он мечтает, когда в России молодежь поймет, что такое коммунизм, чтобы они первым делом ознакомились с великой пьесой великого Шиллера «Кабале унт-либе». Мимики не отразилось ни у кого. Тогда я говорю коварство и паузу выдерживаю. Любовь, а не головами одобрения. И слышу, первый секретарь Корытков говорит, какой молодец, и без бумаги говорит. И тогда мне разрешили к столетию... И на афише был написан... На афише к столетию содержания, коварство и любовь. Какая была страна, потрясающе. И приезжают итальянцы снимать подсолнухи. И мастрояне приходят с группой на спектакль «Кабале унт-либе». Что с ним и с группой творилось? Потому что ребята играли замечательно. И они кричали, что это Европа. Что они думали, что тут медведи. А здесь оказывается цивилизация. И кричат, где этот Дженнио? Дженнио! Вот этот голос я слышу и сейчас. Я говорю, я не Женя. Я Роман. Но, но, Дженнио, Дженнио! А вы же как будто не поняли, что это значит. Что это значит гений. Тогда, конечно, нет. Короче, он попросил написать. Значит, у нас была только тетрадка. Вы давали автограф настроения? Да. Короче, и волна дошла до обкома партии, что капиталистам это нравится. И в обкоме сказали, что если это так, то в этом спектакле, а не спектакль принимали на ура, то в этом спектакле есть неконтролируемые ассоциации. Какие у них ассоциации вызывал Шиллер, я до сегодняшнего дня не знаю. И, короче, ну, естественно, мне пришлось уехать. И со мной уехало 15 артистов, которые выпускники были в Ахтанговском училище. И теперь я ставлю в Италию. С их первой артисткой, Валерией Маракони, «Месяц в деревне». И там есть роль персонажа, который в нее влюблен. И она мне говорит, ну, кто бы это мог быть? Я говорю, я знаю, кто мог быть. Она говорит, говори, я называю Мастрояне. Она мне говорит, но, но, ты с ума сошел! Ты, пацо он, пацо! Это же какие доляры, миллионы, но, но! Пресс-конференция. Я на ней рассказываю, вот так, как я вам рассказывал, что из-за Мастрояне меня уволили, и ушло со мной 15 артистов. раздается ей звонок от секретаря Мастрояне. И он ей говорит, спроси его, чем я могу искупить свою вину. Она без паузы говорит, я могу его не спрашивать, согласись играть в спектакль. Он сказал, си, да. И вы репетируете Мастрояне? Мы встречались. И он умер. И, когда мне вручали премию за режиссуру в Риме, их главную премию, жена была Мастрояне, он получал премию за актерскую деятельность. В один вечер. Я рассказал... А его уже не было? Нет, уже не было. Я рассказал всю эту историю. Жена заплакала. Тогда я вынул Ариосту и сказал, что в этой книжке душа и Мастрояне и всех великих итальянцам. А это правда. На самом деле, вы рассказали такую абсолютно законченную новеллу, после чего нужно было запустить музыку я не знаю, кого. Скажу вам, кого. Кого, конечно. Марию Каллас. Вы совершенно правы, что после этой новеллы должна была звучать Каллас, с ней связана вот такая книжка. Это, да, это книжка. Это вам должен рассказать, что когда я первый раз попал, естественно, в Италию, и, конечно, не было никаких денег, но когда я увидел эту книжку на развале, я понял, что она будет моей. Я хочу вам сказать просто, что я открываю книжку, и тут написано Мария Каллас там-то, и написан год моего рождения. Вы мистический человек, понимаете, это, конечно, с вами нужно держать. Андрюша, вы шутите. Я этого не знаю. Вот я просто открыл книжку, написанную Мария Каллас, 1959 год. Тише, тише. Вот. Так вот, на этом развале, можете представить, люди, все, мне было совершенно все равно. Я только вот знал, что я должен, вот у меня это должно быть. Все. И как же он Жанейси, помните, он украл Пруста в магазине, и его отправили в тюрьму. Но я понимал, что нет у меня другого выхода. И, конечно, вы видите, оно здесь лежит. Один. И вот ее фотография. И самое потрясающее, что там есть автограф на той стороне. Фотографии. Автограф. Не вынимайте, потому что это такие... Я не вынимаю. Рамка очень хлипкая, но поверьте, что правда. Мы вам верим. Там ее автограф. Что такое было в Каллас, что она не просто замечательная певица, она как легенда. Вот можно объяснить, почему она уникальна? Она же уникальна. Она не уникальна. Как Кабалье сказала, есть Каллас, потом мы все остальные. Ну вот почему? Все. Ну почему? Скажу вам, что в ней есть та магия и то колдобство. Я вас предупреждал, что ваш телефон обязательно звонит. Алло, алло, быстро. Я в Киеве буду в неделю, ввечері. Я не чую тебя. Говори швиденько. Ой, Боже мой. Говори мне, нитроглицерин для батька. И все. Добре. Я куплю. Нету в Киеве нитроглицерина? Вы не слышали? Вот вы слышали. Да. В Киеве нет нитроглицерина? Можете представить? Нету. Можете представить? Как это в жизнь ворвалось наше с вами рассуждение? А вы говорили про Каллас. Да. Она колдунья. У нее магические есть силы. Когда приезжают наши некоторые певицы, там есть аппарат, который моментально проверяет количество призвуков в голосе. Вот столько, сколько было у нее, нет ни у кого. Она же может петь и Кармен, она может и Макбет. Она может Травиату, и она может в Ригалетто петь Дорч. Диапазон... Меня потрясает, что все это говорит человек, который утверждает, что у него нет слуха. Я вам не верю. Не можете без слуха вот эти все слова произнести, которые вы сейчас сказали. Я этому учу студентов. Мы все время с вами беседуем на фоне экрана, на котором идет спектакль «Служанки». Да. И мы сейчас должны кто-то с радостью, а кто-то с печалью признать, что это один из самых великих спектаклей 20 века, безусловно. Американцы написали в своей главной газете, что я сделала революцию, как Ленин в 17-м году. Плевать нам на американцев. Мы в курсе сами. Я был на одном из первых спектаклей, когда еще был Райкин, когда был Добрый. Это было совершенно что-то невероятное. Что-то здесь есть связанное? Да, конечно. Я делаю, что я не знаю. Да, да, да. Это вы видите туфли, которые они пользуют. Это шапочка, которая одевает и одевала мадам. А это пальцы для танца, которые увеличивали ногти. Вот это, я хочу сказать зрителям, это металл. Это металл. У меня не те пальцы, чтобы одевать такие штуки, но, в общем, теоретически делается вот так. Таких было 10, совершенно верно. И эта вся структура восточного поведения помогала вот именно этими железячками. Вы понимали, что вы создаете шедевр? Вот тогда, в Сатириконе, когда вы репетировали. Какой вы наивный человек. Когда вы репетировали. Какой вы наивный человек. Я стараюсь, объяснить, что это не то, что вы лежали на диване. Боже упаси. Это весь ряд мизансценический, поведенческий, музыкальный. Все сразу. Сейчас, когда смотришь, даже смотришь эти фрагменты, ну, это замечательный, такой хороший, качественный спектакль. Тогда, не зря написали американцы, что это была революция, когда вы с этой идеей пришли к артистам. Нет. Было вначале не так. А как? Вначале Аркадий Исаакович Райкин пришел на мой спектакль с Хазановым масенькие трагедии такие. И он сказал, что о таком спектакле он мечтал всю жизнь. А там были и темы Гоголя, и тексты Гоголя. И Гена играл его феноменально. И он тогда попросил, что когда откроется театр, чтобы я обязательно поставил то, что я хочу. Театр открыли, он умер. Я пришел и принес эту. Я хочу понять, значит, смотрите, это как происходит? Вот не стало Аркадий Исаакович. Вы звоните Косте, говорите, Костя, у вас должок? Папа вас обещал? Боже упаси, я просто пришел. Как вошли с улицы, позвонили? Конечно, я пришел и сказал. Позвонили с служебного входа Райкин? Ну, конечно. Пришел и сказал, я выполняю просьбу Папин. И Алена Коженкова была со мной, художник. Все, и я начал читать им двоим, директору, Смелянскому и ему. Я так старался, когда я закончил, один и второй и сказали, мы ничего не поняли. Я их понимаю. Слышишь? Да, я понимаю, да. Но Костя очень умный, он сказал, но если папа попросил, ставь. И вот мы репетировали, репетировали. Я не знал, что идет совершенно другая жизнь за кулисами. Они знали, что мы сыграем это один раз. И на этом закончится. Что это никто не поймет, никто не может воспринимать этой эстетики. И утром мы играем, заканчивается спектакль «Театральная Москва». Вся была в зале. Мы закончили паузу. Тишина. Они стоят на сцене, я за кулисами. Я вспоминаю «Чайку» в Петербурге и думаю, сколько же там длилась эта пауза позора. И вдруг сказать вопли – это не правда, а такое откровение душ и восторг и приятие это. – Вот вы мне показали фотографию вот этого человека. – Да. – И не вдруг поймешь, что это замечательный ныне народный артист Сергей Маковецкий. Все-таки этого артиста открыли вы. Именно после работы в ваших спектаклях он стал тем, кем… Ну, дальше он очень много снимался. – Он сыграл семь главных ролей. – И в кино были замечательные роли, и все. Но начало все с вас. Как вы разглядели вот в этом вот существе? Я скажу вам. Колит он лед, жуткий мороз. Я скажу – «Детейно, шо ты тут робишь?» – А вы знаете, что это артист? – Ну, конечно. Но я его видел, он играл мухомора в одной из детских сказок. И вот дальше мухомора не пускали. Я говорю – «Детейно, шо ты тут робишь?» А он говорит – «Выконую комсомольские завдания». Значит, он комсомольское задание. – По-украински вам отвечают? – Ну да, мы на мове. Я скажу – «Шо?» – Это происходит на Арбате все. – На Арбате, на углу этого театра. – Встречаются два украинца на Арбате. – Совершенно верно. – Вхожу в театр. Стоит Евгений Рубенович Симонов. Я говорю – «Евгений Рубенович, я нигде не видел, чтобы такая была высокая идейная организация в театре «Комсомол», что ее комсомолец работает с Кайлом. Он говорит – «Не говорите вы на нем!» Я говорю – «Почему?» «Он сломал палец директору!» Я говорю – «За что?» «Не знаю, но сломал палец!» – Сломал палец директору? – Директору. Он чем-то вот тот был неправ, как ему показалось, и он его по руке ударил. – Молодой артист? – Молодой артист и пальчик имел перелом. – Но его не уволили из театра? – Его перевели в рабочие сцены. И вот теперь, представляете, я прихожу и понимаю, что он должен играть Шостакович. Все. И он играл грандиозно. И когда мы играли в Лондоне, Ванесса Регреев, Наташа Макарова кричали – «Вот талант российский». Это правда. – Вы пробивали, пробивали рабочего, чтобы рабочие сцены играли в Шостакович? – Да, да. – И что? – Висит приказ, что он играет Шостаковича. Все. И Михаил Саныч мне потом говорил, как вы были правы. Все. И он делал фантастически. А когда я ему сказал, что когда идет к Сталину Шостаковичу, у него развязалась эта самая шнуровка, так, как было у Гагарина, когда он шел к Хрущеву. И я говорю, и Шостакович от того, что ему страшно идти дальше, не понимает, как поставить ногу и левой ногой наступает на правый шнурок и не знает, как уйти с этого шнурка. Он этот целый цирковой номер он делал уникально. – Давайте все-таки скажем хотя бы пару слов про эту афишу. – Я с большой радостью, потому что это моя гордость. – Мхата, который тогда еще был именем Горького и никакого другого у Мхата тогда еще не было. – Не было, даже в памяти. – Знаете, Андрюша? – Пьеса Рощина, но я вот сейчас я покажу эту афишу. – Вы год прочитаете. – Год, сезон 76-77. – Прочитайте, кто играл в спектакль. – Вот я, тут есть масса замечательных артистов, а вот совсем внизу, вот написано. – Маленькими буквами. – Под композитором и художником написано «Песня Высоцкого». – Совершенно. – Я должен сказать нашим зрителям, что Высоцкий не всегда был классиком, как сейчас. – Нет. – А в 76-77 году это был абсолютно запрещенный человек. – Совершенно верно. – Чьи песни исполнять было категорически нельзя. – Нельзя. И он по стране не ездил. Ему было запрещено. Сева Абдулов, его приятель, мне сказал, ему надо, ну, как-то помочь, чтобы он был на афише первого театра страны. – А тогда был главный театр, главный театр нашей страны был МХАП. – Только. – Ну, рассказывайте, что вы делаете. – Я прихожу к Ефремову и говорю, что надо пригласить, ну, он, естественно, его знал, Высоцкого, он сказал, не надо. Я говорю, ну, не он же будет петь. Он напишет пять песен. Петь будет Сева Абдулов. Он придет на премьеру. – Он сказал, хорошо, делай, что хочешь. – Между прочим. – Но когда мы составляли афишу, он сказал, надо его припрятать. И не пять песен, песня одна. – А было пять? – Пять. И Володя вот там, где дальше уже идут все технические цеха. Но это маленькое упоминание его фамилии открыло ему двери на все сцены страны. И он был так благодарен. Поверьте, что это правда. – Роман Григорьевич, мы должны заканчивать все ваши новеллы. Это такие, я бы сказал, экспликации спектакля. Все, что вы рассказываете, можно дальше это брать и просто ставить. Значит, мы дарим подарки, которые для нас символизируют человека, к которому мы приходим в гости. Мы начали нашу передачу с того, что ваш театр находится в очень необычном доме. Может быть, в самом необычном доме в Москве. – Это самое великое помещение XX века. – Это дом Мельникова. – И мы закончить хотим нашу передачу тоже, возвращаясь к дому, это конструктор. Вот нам почему-то показалось, людям, которые делают передачу, что вот конструктор, из которого можно делать разные дома, это как раз то, что символизирует вас, потому что ваши спектакли это же тоже по-своему такие дома для души, я бы сказал, дома, где может жить душа. Вот нам кажется, что-то. – А зритель, который входит в эти дома, их душа начинает вибрировать и радоваться. И здесь церковь часовня. Спасибо большое всем, кто в это воскресное утро был с нами. Я напоминаю, что программу «Личные вещи» по воскресеньям на Питерском канале вы можете увидеть через неделю. Всего доброго, до свидания, пока. – Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok